Тайная жизнь домашних животных 2 Тайная жизнь домашних животных 2 И вот она, наше долгожданное первое яйцо Здесь мы видим на обложке Макса собачку, самого главного персонажа И здесь у нас много-много надписей Тайная жизнь домашних животных 2 уже в кино Также написано, что игрушка из коллекции в каждом яйце Ну, собственно, мы к этому уже привыкли, что у нас теперь нет сборки в серийных яйцах Маркировка у нас от 25 сентября И давайте уже откроем первое яйцо, оно совершенно без звука Так, у нас, как всегда, оранжевые капсулы И давайте смотреть, что у нас внутри Пока ничего не понятно И это котик Давайте соберем котика Давайте сначала посмотрим на вкладыш Вот так вот выглядит вся серия Вкладыш очень красочный Мне нравится Главное, что тут понятно, сколько фигурок, игрушек в серии И здесь именно фотографии этих игрушек Они арты персонажей Здесь у нас 8 игрушек И также есть надпись коллекции Надпись коллекции у нас на английском языке Нам попалась вот такая вот кошка И она что-то делает своим хвостом Я, честно говоря, не смотрела пока обзоры на эту серию Специально, чтобы мне было интереснее открывать яйца Поэтому сейчас будем вместе разбираться, что она делает Ну и вот она кошка в собранном виде Она лежит на вот такой вот подстилке И хвостик у нее чисто теоретически должен как-то отводиться назад Чтобы она сбивала им вот эту вот вазу Но у меня не очень получается У кого получилось, напишите в комментариях Какой-то он тугой, этот хвост Может я что-то не понимаю И вот такая вот вазочка идет Она практически не детализированная Просто вазочка на подставке Без какой-либо особенной детализации Еще к этой кошке прилагаются 2 карточки Такая вот ваза с шариками И 3 стакана Вот этой вазой она должна сбивать вот эти вот карточки Ну, в общем, система сложная Хвост у меня практически не двигается Мне кажется, у нее немножко кривоватая личика Ну, в плане, что оно не очень четко прорисовано Но в целом игрушка неплохая Посмотрим на остальные Может быть, они мне понравятся чуть больше Давайте открывать второе яйцо Здесь особо тоже нет никакого звука Посмотрим, кто у нас здесь Ай, все убежало у меня Так, давайте открывать капсулу И смотреть Так, здесь у нас кто-то в пакетике Вот эта вот собачка мне нравится больше Вкладыш Нам попалась вот эта вот собачка Мне кажется, она лучше детализирована, чем кошечка У нее глазки более четкие И эта собачка у нас печать Собственно, мы могли догадаться об этом Потому что она в пакетике Давайте посмотрим на собачку Вот так вот она выглядит в пакетике Сейчас мы ее распакуем Слушайте, собачка мне кажется намного круче выглядит, чем кошечка У нее лучше детализация И у нее лучше прорисованы глазки Смотрите, какая она еще фактурная За счет шерсти она смотрится здорово Давайте посмотрим, как выглядит печать Печать в виде лапки Думаю, проверять даже нет смысла Потому что и так видно, что она будет отпечатывать Вот так вот выглядит подставочка Она же крышка для печати Соответственно, собачка от печати не отделяется И вот так вот она уже выглядит в собранном состоянии У нее тут, смотрите, какой бантик сбоку На ее подстилочка, наверное, это В общем, собачка здоровская Мне вот она больше понравилась, чем котик А на очередь у нас третье яйцо И давайте смотреть, кто у нас здесь Надеюсь, повторы нам попадутся еще не скоро И, кстати, вот это яйцо, оно имеет звук Оно немножко стучит Давайте посмотрим, кто внутри Так, и это у нас Макс Тут смотрите, как много деталей Давайте разглядывать Сначала на вкладыше посмотрим, что у нас Макс умеет Из пяти деталей аж игрушка собирается И он, по идее, должен как-то крутиться То ли он за хвостом, то ли за мячиком бегает Сейчас соберем, посмотрим Вот так вот выглядит Макс в собранном виде Он не отделяется у нас от общей конструкции Но только если собрать его на вот этой вот красной подставке Потому что ноги его крепятся прямо вот сюда Видите, тут полосочка И механизм у нас тут следующий Мы просто держим вот эту вот голубую подставочку И вращаем Макса Он бегает за мячиком вокруг стойки для зонтиков Ну или для тростей Такой вот несложный механизм, но довольно-таки забавный Механизм антистресс Детализация мордочки хорошая, мне нравится Вот эта вот стойка не очень хорошо детализирована То есть она просто вся одного цвета Даже ручки зонтиков не прокрасили Но Макс при этом детализирован хорошо У него, видите, пятнышки, подстилка Я не знаю, что это коврик, по которому он бегает Мячик у нас другого цвета Так что игрушка очень даже себе неплохая Четвертое яйцо И надеюсь, нам опять не попадется повтор Так, пока идем хорошо Капсула у нас без звука И здесь у нас кролик Кролик, кстати, в Максе серии тоже есть Механизм кролика следующий Его с помощью резинки, наверное, можно оттянуть И он будет бить ногой Мишку Бедный Мишка Вроде бы он ему ничего не сделал, а он с ним дерется Но кролик у нас воображает себя супергероем Давайте посмотрим, как это выглядит Вот кролик в собранном виде Он собирается всего из двух деталей Сам кролик и вот такая вот подставочка Здесь у нас есть резинка За счет которой он притягивается обратно в эту сторону Мы его вот так вот оттягиваем И он обратно прилетает Главное, чтобы он не отлетел Потому что он мне несколько раз за кадром отлетал Вот такая вот история И прилагается к нему вот такой вот картонный Мишка Мордочка у кролика выглядит вот так вот Ну, достаточно тоже простенькая игрушка Но при этом, в принципе, выглядит тоже неплохо С обратной стороны кролик вот такой вот Пластик, из которого сделан кролик Ну, на такой, на четверочку Давайте посмотрим, кто нам еще попадется Следующее яйцо По-моему, звук только капсулы Об шоколад Давайте откроем Ну так, чего-то там слегка трясется Так, и так И у нас новая игрушка Так, нам попался тигр Нам попался цирковой тигр И тут у нас игрушка на баланс То есть он держится вот на такой подставочке И на него кладутся картонные диски Которые он должен не уронить Давайте смотреть Ну, игрушка совсем простенькая Собирается она из трех деталей И вот эта вот подставочка Она у нас такая шатающаяся Вот видите, тут штырек За счет которой она ровно не стоит И вот здесь вот такие вот площадочки Куда класть вот эти вот штучки Они соединены все вместе В такую вот полосочку И на каждой из них есть такая как бы ручечка Чтобы удобнее было класть Этих штучек у нас четное количество Так что, в принципе, шансов уронить тигра У каждого игрока одинаково Вот так вот у нас тигр детализирован То есть на нем прорисованы серенькие полосочки Глазки голубые, красный носик И даже ушки ему черные нарисовали Но, в принципе, неплохо, неплохо Но новогодняя серия мне понравилась больше, честно говоря По детализации Следующее яйцо Как же скучно, когда все обложки одинаковые Даже не о чем рассказать Давайте смотреть, кто здесь И здесь у нас собачка, которая хотела стать кошкой Ну и давайте рассмотрим механизм Эта собачка у нас тоже отстреливает Тут в этой серии много игрушек с таким механизмом В разных проявлениях его И она у нас дерется вот с такими вот кошками С которыми она в итоге подружилась И давайте смотреть, как это выглядит Тут тоже есть резиночка Вот такая вот собачка Она у нас задней лапкой бьет кошку Она на подставочке От подставочки не открепляется У нее, смотрите, сделан розовый бантик И вот это вот место вокруг глаз Зона очков, так называемая Она у нас тоже черненьким прокрашена Глазки у нас голубые И, собственно, больше ничего тут интересного нету Она вот так вот оттягивается И бьет задней лапкой По вот этой вот карточке с кошкой Карточка всего одна И мы с вами открыли уже ровно половину палетки У нас пока ни одного повтора Мы собрали с вами 6 игрушек Нам не хватает всего двух Надеюсь, в оставшихся 6 яйцах они нам попадутся Следующее яйцо тоже абсолютно бесшумное И давайте смотреть, кто у нас здесь Так, и, по-моему, у нас первый повтор Да, это у нас как раз-таки Самая наша первая кошка Давайте следующее яйцо откроем Оно тоже без звука Так, и здесь у нас И здесь у нас кролик Следующее яйцо Практически все яйца у нас бесшумные Так А, нет, вот это вот у нас немножко звучит Наверное, это будет опять Макс Нет, слушайте, новая игрушка, здорово Вот так вот выглядит вся серия Давайте проверим, кого нам не хватает Нам не хватало вот этого вот Мопс, наверное, это пород называется Вот этой вот собачки И вот этой нам собаки не хватает Но вот это нам сейчас попалось Как раз сейчас мы ее рассмотрим А следующее яйцо у меня по весам Самое тяжелое Поэтому надеюсь, что нам попадется Как раз-таки вот эта собака Потому что следующее яйцо Весит у нас аж 36 грамм Очень на это надеюсь Ну, а пока давайте посмотрим Что у нас умеет маленькая собачка И она у нас тоже Что-то тут отстреливает Что-то у нас тут с хвостом Давайте соберем, посмотрим Вот так вот выглядит наша собачка И у нее такой механизм Что она вот так вот трясется Скажем так Когда вот у нее подставочка В общем, в виде подушечки с дырочкой Сажается туда внутрь собачка И вот за эту штучку Ее, если теребить То она вот так вот трясется Как будто радуется хозяину Собачка классная Мне она тоже очень понравилась Мои фавориты пока вот эти вот две собаки По детализации И такие они по интересности, скажем У этой хорошая детализация А у этой механизм тоже интересный И вообще она мне как персонаж Больше всего нравится Такая забавненькая Ну и давайте открывать Последние три яйца И посмотрим, найдем ли мы Восьмую игрушку Вот оно, самое тяжелое яйцо Звук, кстати, у него тоже есть Такой вот даже Причем не отделяя от шоколада Есть звук Ну и давайте смотреть Кто нам попадется Очень хотелось бы закрыть серию Давно я за одно видео Не закрывала целую серию И тут у нас Да, здорово! То есть вот эта собака Самая тяжелая Весит больше 36 грамм Если кто взвешивает яйца Вот так вот выглядит Кладыш с обратной стороны Механизм должен быть какой-то интересный Потому что А, она, наверное, языком вращает Мне так кажется Сейчас соберем, посмотрим Ну и вот она, наконец-таки В собранном виде И мне кажется, что это Самая классная игрушка В этой серии Потому что, во-первых У нее классный механизм У нее вот так вот вращается язык Когда мы за детальку на ошейнике Ее гладим или трогаем У нее вот так вот язык Ходит туда-сюда Мне кажется, это очень здорово А, во-вторых, у нее Очень классная детализация То есть, у нее, видите, какая шерстка Тоже прорисована Носик, глазки Даже зубы есть И во рту все розовое В общем, по-моему, супер-пупер Единственное, жалко, что Когда ее отделяешь от подставки Штырек у нас не на подставке А на самой собачке Но что вам стоило сделать Вот здесь штырек А здесь отверстие Чтобы собачкой можно было играть Без подставки Я вообще за то, чтобы игрушки Можно было отделять от их конструкции И использовать как отдельные фигурки Вот такая вот классная собачка И мы, собственно, собрали Всю серию с вами сегодня Ну и давайте подведем итог Хотя, ладно, давайте уже откроем Последние два яйца И посмотрим, что там нам попадется Первое яйцо А то я так обрадовалась Что забыла, что у меня еще есть Две игрушки Так, и у нас здесь собачка печать И последнее яйцо у нас Давайте смотреть, кто Так, что-то звонкое Может быть, Макс И да, Макс Вот запомните, что Макс У нас такой достаточно звонкий Потому что у него много деталей Вот так вот выглядит вся коллекция Целиком Коллекция неплохая Но мне нравятся не все игрушки Мне понравились Четыре собачки, наверное, моими фаворитами Будут в этой серии Не считая Макса Ну, Макс мне не очень понравился Во-первых, он уже был в коллекции Макси И там он намного лучше А вот эти вот четыре собачки Являются моими фаворитами Самой классной, конечно, является вот эта собака На втором месте Вот это Потом вот это И потом вот это Напишите в комментариях, как вам эта серия Ждали вы ее или нет Понравилась ли она вам Или, может быть, разочаровала Какие игрушки вам понравились больше всего Ну и не забывайте поставить лайк этому видео Если вам понравилась серия и этот выпуск Подписаться на канал Нажать на колокольчик Чтобы ничего не пропустить И до новых встреч Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok